Уже в 9 раз проходит гражданская кампания «Георгиевская лента». Сегодня, 1 мая, в день весны и труда, начал работать на стационарный пункт пожертвований в помощь ветеранам. Официальное открытие патриотической акции в Славянском районе дал глава Роман Синеговский. Эта акция – это символ победы, дань памяти ветеранам Великой Отечественной войны, которые погибли, дань уважения живым ветеранам. Поэтому эта акция уже традиционно проходит. Я призываю всех принять участие в этой акции, потому что деньги, которые собираются, они идут в госпитали, в военные госпитали, тратятся на лечение наших ветеранов. Акция «Георгиевская ленточка» традиционно проходит по инициативе краевых отделений общественных организаций в канун празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне. Впервые гражданская кампания была проведена в 2005 году. Тогда было распространено 800 тысяч черно-оранжевых лент – символов памяти. А в 2006 году эта цифра уже превысила миллион. Атрибут акции представляет собой символическую ленту, в которой использован традиционный бекалор Георгиевской ленточки. Он символизирует воинскую доблесть, победу и боевую славу. Акция «Георгиевская лента» в этом году пройдет во всех регионах России и почти 100 странах мира. За годы существования она объединила людей разных возрастов и социальных групп. Думаю так, что людей объединяет, тем более молодежь. Мы приходим с внуками, с детьми ходили, теперь с внуками ходим. Потому что у нас мама моя и прабабушка, она ветеран войны, труженик тыра, тыла. Ей 89-й год, она жива, и мы всегда ее выводим и одеваем тоже и ленточку. Эти деньги идут на помощь, кто очень болен. Это объединяет всех. Диана Демченко уже не первый год раздает на улицах города черно-оранжевые сувениры. По словам девушки, для нее это большая честь. Мы собираем деньги для ветеранов, чтобы им в помощь. И раздавая ленточки, люди жертвуют деньги, и мы им помогаем после этого. Эта акция объединяет людей, помогает сплочаться нам, быть ближе к своей родине. По информации Управления по делам молодежи, в этом году в Славянском районе будет распространено свыше 12 тысяч памятных символов. Завершится акция в День Победы, 9 мая. Ее итоги будут подведены сразу же после праздников. Как отмечают организаторы, главной целью гражданской кампании стало стремление не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого века. Кем они должны гордиться и о ком помнить. Поэтому неизменным остается девиз акции. Я помню, я горжу! Продолжение следует... Продолжение следует...